Доброго времени суток! С вами Таня. Добро пожаловать на мой канал. На канале пустых баночек, представляете, не было с прошлого года. Перед Новым годом я уже в тщетных попытках что-то снять, психанула и все выбросила. Причем откладывала это дело до последнего, уже выбросила что-то незначительное, оставила только все самое классное и в итоге все равно все вынесла на помойку. Но сейчас я снова в строю. Как вы видите, канал продолжает свою жизнь. И сегодня у меня пустые баночки от тех средств, которые я использовала. Хочу с вами поделиться своими отзывами. Начну вот с такой маленькой пустышечки. Это был сэмпл, обновляющий шампунь от Вэлла. Здесь было всего лишь 12 мл, мне хватило на 3 раза. Это был прозрачный, очень густой шампунь. Здесь написано, что он не содержит ни парабенов, ни сульфатов. Он имеет очень приятную отдушку, он имеет очень густую консистенцию. И он мне безумно понравился. В ближайшее время я хочу совершить такую покупку. Видела этот шампунь на Озоне. По-моему, 250 мл, около 1000 рублей стоит. Хоть и не дешево, но знаете, мне чистоты волос хватало на 2 дня. А так я мою каждый день волосы. Иногда, да даже очень часто, не могу никаким шампунем нормально их промыть почему-то. А этот шампунь мне понравился безумно. Могу посоветовать тем, у кого волосы жирные. Тоже средство для волос, это уже Фаберлик, Салон Ке. Это была сыворотка-уплотнитель. Для лишённого густоты и истончённых волос с активным гиалуроном. Честно, мне о нём сказать нечего. Потому что, во-первых, видите, сколько его осталось. А дозатор уже не выдаёт почему-то. Хотя эта трубочка до конца доходит, да, до донышка. Но почему-то уже не выдаёт продукт. Я решила уже бросить эти танцы с бубнами. Ну, хоть и как достать. Просто я скажу, что для меня это средство оказалось ни о чём. Ну, то есть, что с ним, что без него. Возвы не читала, даже не знаю, нравится кому-то или нет. Маска у меня тоже есть из этой серии с гиалуроном. Ну, тоже она у меня как-то так, больше как бальзам. Так что, если вы пробовали, обязательно напишите, понравилась ли вам эта сыворотка и маска из этой серии. Вообще, эта серия как она? Почти закончился, но уже совсем-совсем просрочен. У меня тоник с микросферами голубого ретинола. Компания Vitex. Белорусская косметика, которую я обожаю. И мне очень нравился этот тоник. Он такой густоватый. Микросфер никаких там не видно. Ну, просто тоник, который больше в сторону вот этих корейских тонеров густых, увлажняющих, действительно увлажняет. И даже когда мне лень было пользоваться каким-то кремом, просто этим тоником протирала кожу лица и наутро просыпалась так, как будто бы воспользовалась кремом. То есть, кожа была увлажнённой. Здесь немного осталось. Выбрасываю просто потому, что у меня на подходе срок годности уже заканчивается у другого тоника. Решила с этим завязывать. Но могу его с удовольствием посоветовать. Он у меня испортится просто из-за того, что не нужно было хапать много косметики. Вот и всё. А так я бы точно использовала его до конца. Он действительно хороший. Здесь 150 мл. Обещает увлажнение и лифтинг. Увлажнение вообще на 5+. Пенка мусс от чёрного жемчуга у меня закончилась. Это очищение и уход. Для нормальной и комбинированной кожи. Очищает кожу без пересушивания. Прекрасно удаляет макияж. Да, макияж удаляет неплохо. Кожу не пересушивает. Это действительно так. Но у меня кожа жирная. Поэтому я не знаю, можно на это ориентироваться или нет. На самом деле она у меня как-то быстро закончилась. Буквально за полтора месяца. Хотя вот пенки у меня как-то дольше держатся. Не знаю, с чем это связано. До этого у меня была пенка DAF. И она очень долго у меня держалась. Очень долго не заканчивалась. По-моему, такой же был объём. 150 мл. А эта у меня закончилась гораздо быстрее почему-то. Но пенка хорошая. Мне нравится. Ещё серия, которая с маслами. Я тоже пробовала пенку. Тоже хорошая. Так что периодически, я думаю, что буду их повторять. Очень люблю пользоваться пенкой. Кстати, какую пенку посоветуете для умывания? Вот какая у вас любимая? Мне пока что очень нравится от DAF. По-моему, с Сакурой у меня было. Где-то месяца три назад я заметила, что у сыночка на животе, на попе, немного на ножках, на предплечьях красные пятнышки. Я сразу, вот сразу я подумала на стиральный порошок, потому что я тупо брала ушастый нянь. Ну и многие пользуются. В принципе, он многим подходит. Я знаю, на нём написано гипоаллергенно и протестировано. Но тем не менее, это на самом деле был контактный дерматит. Потому что как только я сменила стиральное средство, всё сразу же прошло. Вот буквально там несколько дней и совершенно чистая кожа у ребёнка. А сменила я вот на такой гель для стирки Майн Либо. Когда-то я покупала средство для мытья посуды от Майн Либо. Мне понравилось. Написано, что он без ароматизаторов. 100% на растительной основе. И подходит для стирки детских вещей от 0+. Никаких нареканий. Хорошее густое средство отстирывает отлично. Хотя каких-то очень серьёзных пятен на тот момент не было. Но для пятен же вообще существует пятновыводитель. Так что само по себе средство для стирки хорошее. Брала магните в семейном. По скидке 200 с чем-то рублей выходил. И объём, кстати, приличный у этого геля 800 мл. Моё любимое средство из FixPrice. Гель для чистки труб. И также я им заливаю унитаз. Через некоторое время смываю. И не нужно пользоваться ёршиком. В принципе, это всё, что я могу сказать о данном средстве. Просто оно мне безумно нравится. Оно стоит, по-моему, 55 рублей. Или 50 или 55. То есть за эту сумму совершенно шикарная вещь. Хорошо чистит трубы. И замечательно чистит сантехнику. От Faberlic закончился у меня вот такой водный спрей-освежитель воздуха. Мне нравится серия вот этих освежителей. Это у меня цветочный букет. Но на самом деле он такой совершенно нейтральный цветочный. Мне больше всего нравятся какие-то там зимние ягоды, что ли, или морозные ягоды. А вот этот такой ненавязчивый, приятный, цветочный, весенний. И неплохо устраняет неприятные запахи. Ещё два средства от Faberlic у меня закончились. Во-первых, это средства для мытья детской посуды и различных принадлежностей. Я мыла ею игрушки, я мыла детскую посуду. В принципе, я не часто мыла бутылочки, например, соски, вообще каким-либо средством. Я просто пользовалась ёршиком. Ну, как-то не хотелось вообще никакую химию использовать. И в основном этот гель у меня ушёл... Мыла просто обычную посуду, из которой мы с мужем едим. Гель хороший, густой, не хуже различных фейри, аосов и так далее. В принципе, мне понравился. Ну и игрушки довольно часто и мыла. В принципе, можно и повторить. Нормальное такое средство. И ещё кондиционер для детского белья с алоэ вера у меня закончился. Аромат у него приятный, нежный. Бельё становится мягче. Больше мне ничего от кондиционера не нужно. И по густоте он, в принципе, такой же, как вернель, например, который я очень люблю. И могу сказать тоже, да, могу посоветовать для детского белья. Никакой аллергии, ничего подобного. Всё хорошо было с этим кондиционером. Так что советую. Также раньше, ну, пока не родила, не обращала внимания на то, что в Фаберлик есть вот такое вот средство интересное. Это комплекс экстрактов для детского купания. Здесь череда, лаванда, календула. Приятный такой травяной аромат. Есть что-то в нём мыльное, кстати. Я вообще не разбираюсь в составах, поэтому не знаю даже, что сказать про состав. Ну, ни аллергии, никаких ни покраснений, ни шелушений, ни сухости кожи у ребёнка это средство не вызвало. Здесь 190 мл. И рекомендуется добавлять по 20 мл в ванночку для купания. В принципе, я бы повторила. Я добавляла в ванночку именно, когда мне лень было заваривать ромашку или череду. Травками в основном купаем. Вот. Так что, имеет место быть, почему нет. В Биаре закончилась у меня мицеллярка. Такая большая была ёмкость. 320 мл. Магнит косметик. Она продавалась по скидке за 315 рублей. В принципе, обычная мицеллярная вода. Мне просто было любопытно. Купилось любопытство. Что я от неё ожидала, не знаю. В принципе, я за эти деньги могла бы несколько бутылочек из фикс прайс мицеллярки купить. В принципе, у меня никаких нареканий по поводу мицеллярки из фикс прайс не было. Я опять напоминаю, что я фанатка мицеллярных водичек из фикс прайс. Ни разу, ни одна у меня не вызвала ни аллергии. Эта мицеллярка тоже хорошая. А вот стоимость у неё как бы не очень. Любопытство удовлетворила. Больше покупать не буду. Но средство хорошее. Ещё одна мицеллярная вода закончилась от компании Сифора. У меня было, по-моему, 2 или 3 бутылочки данной мицеллярки. Попадались они мне в бьюти-боксах. Здесь 100 мл. И за ту стоимость, что стоит эта мицеллярная вода, я бы не приобрела. А стоимость её в районе 300 рублей, кстати. Может немножечко пощипывать глаза. Но у меня почему-то не всегда это было. Всё-таки что-то агрессивное в ней есть. Это у меня зелёным чаем. Но пахнет она свежими тюльпанами. Вот мне она так пахнет. Хорошо снимает косметик. Чего плохого не могу сказать. Но за 280 рублей я бы её покупать не стала. Но в бьюти-бокс положили спасибо. Маслица для душа от компании Коллабораторис у меня закончилась. Здесь японская сакура. Масло персика. Растительный увлажняющий комплекс. Очень приятный аромат вишнёвый. Именно вишнёвый. Не цветущий сакура, а именно вишни. Но почему-то, когда смываешь, остаётся на теле аромат любого средства DAF. Не знаю почему. А так мне средство очень понравилось. Это как будто бы такое густое молочко, которое немного мылится, хорошо очищает кожу, не сушит. И вообще-то я хотела бы попробовать ещё и другие масла для душа от Коллабораторис. Мне эта фирма нравится. И маслица вот эта тоже понравилась. Закончился шампунь под названием Пантенол. Покупала у FX Price. Стоил, по-моему, 99 рублей. Написано, что он для обезвоженных волос. Интенсивно увлажняет, защищает волосы, питает. Вообще, это получается увлажняющий шампунь. На самом деле, я на увлажнение как раз рассчитывала. Но для меня этот шампунь стал совершенно обычным. Он просто нормально мыл волосы. Ничего особо сказать о нём не могу. Бутылочка небольшая. 150 мл этой бутылочки. Довольно густой продукт. Но вот какого-то увлажняющего эффекта он на волосы не оказал. Кстати, его нужно на волосах держать. Я пробовала. Ну, не знаю. Просто нормально моет. Знаете, за эту зиму я использовала просто гору. Гору кремов для рук. Потому что у меня была ужасная аллергия. Я уже пришла к выводу, что это у меня аллергия на холод. Потому что где-то в ноябре у меня начинает жутко сохнуть кожа именно вот на пальцах. Бывают вот здесь сухие пляшки. Бывают какие-то на пальцах пузырьки. А как только приходит, ну, ближе к маю, уже апрель-май, всё пропадает. Летом идеальная кожа, хоть кремом не пользуюсь. А к ноябрю опять то же самое. И этой зимой у меня просто было что-то жуткое с руками. Они у меня были настолько страшные. Но сейчас еще даже не совсем прошло. Вот они у меня, видите, пальцы какие-то сморщенные. Вот. И трескались. Приходилось мне пользоваться огромным количеством кремов для рук. Первым закончилась у меня крем-маска гиалуроновая. Это V-Line Cosmetics. Мне она понравилась. Хорошо увлажняет, за ночь трещинки заживляет. Потом в качестве такого легкого, довольно-таки, дневного крема я использовала от Oriflame. Очень обалденно приятный аромат. И крем мне тоже понравился. Но он не питательный, скорее более увлажняющий. Для того, чтобы смягчить кожу рук, очень неплохо. Затем мне очень понравился вот такой малюсенький крем от бархатных ручек. Сос восстановления. Для очень сухой кожи. Здесь было 20 миллилитров. Расход экономный, потому что он довольно-таки жирный. Тоже заживляет. Это вот он мне помогал, когда кожа прям была суперубитая. Хорошее средство, хороший крем. Потом, значит, был у меня вот такой китайский крем с черникой, с голубикой. Хорес, если я правильно произношу. 30 миллилитров. И он, знаете, как-то оказался ни о чем, потому что он вроде бы наносишь на руки. Он какой-то прям жирный-жирный. Кажется, что он не впитается. Потом впитался. И как будто бы ничего не наносил. Не увлажнил, не напитал. Потом вообще смотришь на свои руки и думаешь, что это было? Я вообще наносила что-то? Вот, так что этот нет. Закончилась одна из моих любимых масок. Это Натура Сибирика. Такая вот красивая была зимняя линейка. Типа дизайн Алены Ахмадулины. Это маска для лица Энергия Питания Кожи. Она была такая, знаете, кремово-гелевая. Особо непонятно. Очень приятный такой ягодно-пудровый аромат. И она прекрасно освежала внешний вид кожи. То есть она как бы ее преображала. Она тонизирует, она увлажняет и питает. Но не перепитывает. То есть она жирную кожу не забивает. Она вот как-то больше в сторону увлажнения. И тонизирование. Если поставить в холодильник, то тонизирование вообще шикарное. Очень мне нравится. Всем рекомендую. И себе обязательно повторю. Следующая маска, которая закончилась. Она была корейская. Называется она Еппинскин. Если я неправильно произношу, поправьте меня. Это пузырьковая маска Bubble Detox Mask. Подходит для всех типов кожи. Она предназначена для очищения. Написано, что абсорбирует тяжелые металлы, мелкую грязь и вредные вещества с поверхности кожи. Содержит мощный природный абсорбент. Хватило мне ее в принципе надолго. Здесь всего лишь 20 грамм. Но хватило мне этой маски наверное раз на 7. Она очень хорошо пузырится на лице. Она прекрасно очищает. Она очень-очень густая. И за счет этого ее нужно долго-долго смывать. Но потом кожа просто шикарно очищенная. Она как будто бы заново родилась. Просто дышит. Прекрасно себя чувствует. Не пересушенная. И очень хорошо тонизированная. Мне понравилась эта маска. К сожалению, я не помню точно где ее заказывала. Но я хочу еще. Определенно хочу еще. И вы запомните, обязательно попробуйте. Она была недорогая. Теперь я вам покажу маску для мам. У которых на душе косметические процедуры минут 15-20. Вот такая маска. Для использования в душе. От компании Vitex опять же. У них есть такая вот линейка косметолог и я. И это защитная увлажняющая сос маска. Для использования в душе. Идеальная кожа за 60 секунд. Гиалуроновая кислота. Улажняющий комплекс. В принципе, маска из разряда ничего особенного. В том плане, что она обычная гелевая прозрачная маска. Но минуты действительно хватает, чтобы увлажнить кожу. И хоть как-то за собой поухаживать. Вот именно пока вы моетесь. Так что на самом деле для меня это было находкой. Особенно в первые месяцы моего материнства. Хочу купить еще здесь аж 100 мл. Она недорогая. Мне она обошлась в 100 рублей. Это у нас магазинчик есть такой на рынке с белорусской косметикой. Так что присмотритесь. Такой очень неплохой вариант для того, чтобы быстро-быстро за собой поухаживать. Декоративная косметика. Ну или как это назвать? Не знаю. Даже пыталась я ее использовать как декоративную. Вот такой грязный тюбик у меня от фирмы Белита. Сейчас покажу ближе. Вот такая штуковина. И это корректирующий флюид сияний для лица. Секрет преображения против следов усталости. Ну это что-то похожее на тональное средство. Сейчас так донесу. Здесь немножко осталось. Я просто выбрасываю. Что-то очень-очень легкое. Насчет преображения не работает никак. Насчет тонирования не работает никак. Немного увлажняет кожу. Это да, такая вот влажноватая консистенция. Но я постоянно забывала им пользоваться. Потому что в принципе мне было как-то без надобности. И у меня это средство просрочилось. Для молоденьких девчонок, которым не нужно замазывать лицо штукатуркой. В принципе сгодится. Потому что ее увлажняет и тонирует на очень-очень-очень минимально. Когда вот именно хочется немножечко добавить в кожу сияние. Потому что вот за счет такой влажной текстуры она сияние все же дает. Но я бы не сказала, что это прям какая-то палочка-выручалочка. Или какое-то супер хорошее средство. Советовать не буду. Потому что если бы оно мне понравилось, оно бы у меня в принципе закончилось. Потому что основами под макияж я люблю пользоваться. Но только если они мне нравятся. Закончилось одно из любимых тональных средств. Это вот такой тональный крем от Artvisage. Это устойчивый тональный крем. Мне он нравится безумно. Мой оттенок 201 мне подходит отлично. Когда я пользуюсь этим кремом, я могу даже не наносить пудру. Поры не видны. Кожа матовая. И кожа выглядит так, что она мне нравится. Это мой не первый тюбик. И не последний. Буду его повторять и повторять. Конечно объем здесь небольшой. 25 миллилитров. И в принципе он у меня уходит быстро. Но мне нравится очень это средство. Стоит в районе 250 рублей. Буду обязательно покупать еще. И закончилась моя любимая подводка. Не в первый раз покупаю. И куплю еще. Вот, кстати, недавно я купила свежую. Это подводка от DIVAGE. Она называется Precision Liquid Eyeliner. У нее вот такой аппликатор толстый. После Master Precise от Maybelline пришлось, конечно, приноравливаться. Потому что там очень тонкий аппликатор. Очень гибкий. А этот вот именно как фломастер. Подводка классная. Не растекается. Не трескается. Можно наслаивать. Можно корректировать. Ватной палочкой ничего не размазывается. Конечно, на голые века наносить не стоит. Потому что отпечатается. Все-таки нужно хотя бы припудривать. Вообще, очень-очень неплохой продукт. И дешевле, чем Maybelline. Кстати, я потому и начала покупать ее. И мне она очень устроила. И дальше буду ее пользоваться. Ну вот, мои дорогие и все пустые баночки на сегодня. Надеюсь, что вы рады возвращению данной рубрики. Обязательно оставляйте комментарии. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. И заходите в мой инстаграм. В этот бьюти. Или в этот мамский. И обещаю, что у меня и там, и там весело. И там, и там со мной не соскучишься. Конечно, на канал возвращайтесь снова. Всем желаю большой удачи. И до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok